У меня два щенка, четыре месяца, два рняги. Будут среднего или больше среднего размера. С чего начать воспитание? Живем в частном доме. Как их вводить в первый раз на поводке за двор? Вместе или по одному? Не знаю, смотрите по ситуации, вместе или по одному. С одной стороны, им вместе будет более комфортно, менее страшно, если у них есть какие-то уклоны. А у митисов, к сожалению, это часто бывает в страхе. Чуть-то позже расскажу про стратегии поведения. С другой стороны, если у собак все хорошо, то они будут достаточно сильно ориентироваться друг на друга и меньше ориентироваться на вас, что потом приводит к проблемам непослушания. Поэтому как воспитывать? Ну, конечно, мне сейчас очень сложно рассказать все методы, которые я нарабатывала пять лет за пять минут. Кормите с рук на улице, изучайте команды и трюки. То есть я могу сказать общие слова. Записывайтесь на курс. Курс уже обкатался двумя потоками. Я точно знаю результаты. И я там отдаю все ключи по формированию поведения щенка, взрослой собаки. Каких-то, ну, во всех ситуациях. То есть я там рассказываю. Ну, все. Как научить собаку не тянуть поводок, смотреть на вас, отзываться на подзыв, сидеть, лежать рядом, посадка после подзыва. Как научить не выхватывать еду из рук, как научить еду брать по команде, как не подбирать пищевой мусор, как носить намордник, команда места. Очень большое количество трюков под хозяином, домик, змейка, тач, постановка передних лап, команда обойти. То есть это все формирование поведения вашей собаки. При этом и в формате теории, то есть почему происходит то или иное поведение, как с ним работать, как формировать маркер, нет, так и в практике, да, то есть то, что я рассказала. Поэтому, ну, правда, не откладывайте, приходите заниматься, потому что, ну, вот так вот в целом, я могу сказать, изучайте команды, трюки, ориентируйте собаку на себя, не разрешайте поведению ненужному реализовываться, концентрируйте собак на себя, начинайте гулять как по одному, так и вместе. Ну, это такая как бы вода, получается, да, общие слова.